В этот день, 23 мая 1727 года, состоялась помолвка 11-летнего Петра II и Марии, дочери всесильного Александра Меньшикова. Однако брак не состоялся. Вскоре царь, по определению Меньшикова, отбившийся от рук, отправил несостоявшихся жену и тестья в ссылку. В этот день 1873 года состоялось первое представление оперы «Снегурочка» Римского-Корского. 23 мая 1918 года писатель и будущий нобелевский лауреат Иван Бунин с женой приехали на Савеловский вокзал, чтобы нам всегда оставить Москву, а потом и Россию. 23 мая 1911 года в Александровском саду, в присутствии императора Николая II и премьер-министра Столыпина, был открыт памятник подвигу экипажа миноносца «Стерегущий». Началась история этого подвига спустя месяц после начала русско-японской войны, 25 февраля 1904 года. Миноносцы «Стерегущие» и «Решительные» были посланы в разведку. При возвращении в порт Артур они были атакованы четырьмя японскими миноносцами, и «Решительный» сумел прорваться на базу. А вот нашедшим следом «Стерегущим» японцы сконцентрировали огонь всех своих орудий. Экипаж корабля стреливался до последнего. Но все же японский снаряд разорвался в угольной яме, и миноносец стал терять ход. Это был конец. Погибли и все офицеры. Когда русские орудия замолчали, один из японских миноносцев спустил шлюпку, и мичман Ямазаки с пятью матросами получил приказ подготовить русский миноносец к буксировке. На воде качался разрушенный остров без труп и мачты с искорежными бортами и палубой, которая была усеяна телами. Всего японцы взяли в плен четверых раненых матросов. Другие все были мертвы. Эти морские руины были взяты на буксир, но потом показались русские крейсера. Японцы бросили искорежный корабль, который вскоре затонул. Пленных же доставили в военный порт Сосеба, где они получили письмо от адмирала Имамото. «Вы, господа», — писал японец, — «сражались храбро за свое отечество и защищали его прекрасно. Вы исполнили свой тяжелый долг, как моряки. Я искренне хвалю вас, вы молодцы». Восхищение японцев было искренним. Жена лейтенанта Сергеева, командира Стерегущего, направила в Японию запрос, надеясь что-либо узнать о муже. Ей ответил тот же Имамото. Изъявляя глубокую симпатию всему экипажу русского миноносца Стерегущей, в заключении вдове высказывались самые глубокие соболезни. И на этом в истории можно было бы поставить точку. Однако, как иногда случается, вокруг Стерегущего стали родиться легенды. Со ссылкой на корреспондента английской газеты Times сообщалось. Миноносец был взят на буксир, но оставшиеся на Стерегущем два матроса заперлись в трюм. Они открыли кингстоны, специальные клапаны, и наполнили родной миноносец водой, и погребли себя вместе с ним в морских пучинах. По стране подхватили эту историю, широко разошлись репродукции из картины художника Самокиш Сутковского, где два матроса открывали иллюминатор Остерегущий. Скульптор Изенберг использовал эту композицию при создании модели будущего памятника. В августе 1908 года памятник отобрил сам царь. Однако вскоре появились сомнения, был ли подвиг двух матросов. В морском министерстве создали комиссию для уточнения всех деталей боя. Комиссия сразу же столкнулась с трудностями. В живых остались только четверо. Они давали противоречивые показания, а все документы погибли. Помогли японцы. На официальный запрос они ответили, что во время буксировки на миноносце матросов не было, а корабль затонул в результате поступления воды через пробои. Позже начальник исторической части морского генерального штаба, старший лейтенант Квашнин Самарин, писал, Всякому, кто прочел бы и сопоставил все собранные по делу стерегущего материалы и документы, было бы совершенно ясно, насколько велик был подвиг стерегущего, даже и без недосказанного мифа. В борьбе с сильнейшим врагом, эскадренными наносит стерегущий, потеряв командира, всех офицеров, 45 из 49 матросов, после часового до последнего снаряда боя пошел ко дну, изумляя врага доблестью своего экипажа. И правда, мужественная оборона стерегущего и безложных мифов остается подвигом, который заслуживает память.